Но сегодня мы обращаемся к такой фигуре, как Юзеф Понятовский. Одной из ярчайших фигур, да вообще Европы того времени, я бы сказал. Но я бы хотел еще предварить наш рассказ, и, наверное, мы так будем делать с разными темами, музыкой. Потому что есть замечательная совершенно песня. Песня, это называется, это французская песня, называется она «Польские уланы». И песня, это полностью, ее полное название – «Прощание конных егерей с польскими уланами», где описывается, какие они были товарищи по оружию. В 14-м году. В 14-м году, совершенно верно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, эта песня, причем очень любопытная деталь, которая так дух времени передает и дух отношений. Первая строчка этих слов из-за далекой и холодной Скандинавии. Вот, мол, потому что Балтийское море. Когда-то был Сарматский океан, как всегда. И вот, далекая Скандинавия. Вот это была, когда французы поют. Из далекой Скандинавии вот Польша пришла вместе с нами служить. Но это было уже прощание в следующий год, после гибели Юзефа Понятовского. И мы сегодня говорим об этом человеке. Итак, князь Юзеф Антоний, полное его имя, родился он 7 мая 1763 года. Ну, кто верит в астрологию, сказал бы, что он телец. И он действительно, вся его натура отвечала этому знаку. Он был красив, благороден, умен, щедр, прекрасный наездник, прекрасный танцор. Чрезвычайно богат. Его отец, не столь зажиточный литовский шляхтич, благодаря браку с графиней Кинской, вошел в число вельмож Священной Римской империи и был дружен с австрийским императором Осиповым. Мы знаем, это сын Марии Терезии, который был просвещенный монарх. И богатство, большие возможности. И он получает отменное домашнее образование. И затем, как все дворяне, он вступает в военную службу. В 17 лет он представлен императору Осипову и становится лейтенантом одного из кавалерийских австрийских полков. Карьеру он делает блестящую. В 26 лет, если не ошибаюсь, он уже полковник. И отличается в австро-русско-турецкой войне при штурме Шала Цегзион тяжело был ранен и был в числе, ввел колонну на штурм. В дальнейшем перед отниму открываются большие возможности. И пример отца, который достиг чина герла Фельмашева, лейтенанта австрийской армии, мог бы также ему открытым быть. Но надо еще сказать, что он был потомком, вернее, племянником последнего польского короля, Женщина Станислава Августа. И в 64-м году еще малютка он был причислен к принцам королевской крови, князьям королевской крови. То есть все родство Понятовских получило это титулование. В 10 лет он лишился отца, и в дальнейшем заботу о его воспитании и его, так сказать, жизненном пути взял на себя и австрийский император, и польский король. И так перед ним открывалась большая карьера. Он любил жизнь, любил женщин. Женщины отвечали ему взаимностью. Это такой яркий примет с выразительно благородным лицом, черными глазами, умеющий прекрасно, еще и искусственно играть на клави-кородок. То есть он срывал немного, вернее, блистал и завоевывал женские сердца. Но в 89-м году Сейм объявляет, что все польские соотечественники должны вернуться в пределы отчизны. И он получает чин генерал-майора и шеф пешей коронной гвардии. В 92-м году, когда вот после принятия 91-м Конституции и появляются магнаты несогласные, которые ориентируются, ну, то есть недовольные тем, что они лишаются многих привилегий, ориентируются на Россию, и здесь начинается война. В известной степени это уже гражданская война. Он одерживает блистательную победу. Одну из немногих побед над русскими войсками под Зеленцами. В его команде состоит Тадеуш Костюшко. Именно по его представлению польский король Станислав учреждает орден в вертуте милитарии, и он в числе их первых кориволеров. Затем, видя бесперспективность борьбы, он покидает Польшу. Живет, ведет российский образ жизни в Вене. Затем, в 94-м году, он уже, будучи под командой Костюшко, командой одной из дивизий, упорно сражается против пруссаков. В то время, когда войска Суворов штурмуют предместье Прагу, он сдерживает, да, предместье Варшава, он сдерживает натиск и успешно действует против русских войск. Но вы знаете, что все обречено. И он опять эмигрирует. Ему предлагает Екатерина, когда создаются в польске войска должность и завидный чин, он отказывается. Тогда же наложен был секвест на все имения, он в их числе, хотя он богатейший, благодаря наследству и от отца, и от короля. То есть, он достаточно... От короля он же приезжал на похороны. В 98-м году, да. И в 96-м году Павел предлагает ему чин генерал-лейтенанта, генерал-поручика русских войск. И возвращение всех секвестированных прежде при Екатерине имений. Тот отказывается. Ну, есть легенда, что он со словами «пока не возрождена Польша», так сказать. Ну да. Это все слова. На самом деле... Но мысль была такая. Мысль-то можно сказать, что была такая. То есть, он отвергает предложение. В эту пору он опять путешествует и в Европе, и большую часть проводит в Вене. А потом, шестой наступает, шестой знаменательный год. Он в Варшаве. Дом его под Бляхой, рядом с Королевским дворцом, знаменит вот этой кутежами золотой молодежи. И здесь прусский король предлагает ему организовать городскую страну, то есть гвардию, то есть национальную гвардию против французских войск. Он соглашается, но именно во главе их он приветствует вступление французов, Мюрата в частности, и Даву. Варшаву. Затем начинается новая история его в жизни. Он участвует в создании временного правительства, а затем он становится военно-министром. Но вот есть заблуждение. Опять же, дух нашей программы. Многие приписывают, что именно он создатель польской армии, возрождение польской армии. Это не так. Маршал Даву отдал несколько лет для создания по образцу французскому и многое сделал для усовершенствования, учитывая кодекс Наполеона, который был введен, все равны. И честь присутствует все больше, и интересы не сколько свои корыстные, а общие. И он продолжает. Кстати, у них есть такое некое охлаждение в отношениях, недоверие. И у Наполеона есть недоверие, потому что все поляки в это время уже давно сражались на стороне французской революции. Это польские легионы, это и Сулковский, и Домбровский. Но там не было Понятовского. Так же, как и не было Костюшка, который Наполеон вынужден после обращения к нему принять команду, что пока не будет. Что если он не гарантирует, что император не гарантирует возрождение Польши, он не будет у него служить. И тот его обзывает дорогом и завершает это дело. Все-таки, если посмотреть сейчас в скобках Костюшка, если мы читаем сейчас, смотрим историю, Костюшка больше кто внутреннего? Он больше политик? Он больше деятель политических возрождения Польши? Или он военный? На мой взгляд, в нем счастливое сочетание политика и военного. То есть, он и военный, хотя в чем-то он, наверное, романтик. В чем-то есть романтизм, но в то же время его недоверие к посолам французского императора и понимая, что используют поляков, их порыв, как пушечное все-таки мясо. Я думаю, что здесь романтизм, но в то же время и много трезвого наценивает. Итак, Понятовский становится военным министром. Спустя некоторое время он главнокомандующий всеми польскими войсками. Он вкладывает большие деньги в организацию, хотя живет он непосредством и в долгах, но кредит у него, как всегда, естественно, есть. Девятый год наступает. Война Франции с Австрией. И Наполеон сражается против лучших сил, возглавляемых за герцогом Карлом, а другой эрцгерцог, Фердинанд, вторгается в пределы новообразованного герцога Варшавского. И здесь как раз боевые крещения принимают вновь сформированные польской армии, польские полки, они, естественно, уступают численности. В два раза они уступают численности. И сражение упорное под Рашиным, где с обреченностью сражаются, но он сам спешивается и ведет штыки с ружьем в руках батальон первого полка. Они проигрывают. Неминуемая капитуляция Варшавы. И здесь во время разговоров, то есть Фердинанд уже намерен был вступить в Варшаву, не давая выхода польским войскам. И тогда, мы знаем известный сюжет, вернее, он правдивый. Тот сказал, наводят польские орудия на Варшаву, и один из выстрелов должен был разрушить его же дворец под бляхой. С угрозой того, что он здесь будет погребен под достанками, австрийцы позволяют уйти польским войскам. И здесь удивительный ход, маневр и политический, и очень верно сделанный, который говорит о больших достоинствах и оправданных надеждах. Понятовск, он вступает в Галицию, где польское население встречает их как героев, полная поддержка. А здесь же он вступает в Краков. И, то есть, энтузиазм, ну, здесь же я уже рассказывал о истории вступления в Краков, где корпус Голицына и авангард Суворова-младшего. И так, из этого ситуации он выходит победителем. И в итоге его, то есть, его уверенность в успехе, его умение воодушевлять войска. То есть, он становится обожаемым предводителем всего польского войска. Ну, еще и твердость одновременно. Да. И одновременно гибкий военный ум. А при этом метаморфозы. И светского жуира, льва, предстоят из золотой молодежи, человек становится... Ох, одно другое не мешает. И не мешает, он уже зрелый. И одному другому не мешает. Он уже зрелый. И еще хочу сказать, что 1963 год, напомню, что он на 6 лет старше Наполеона. На 6 лет. Вот мы это запомнили. Александр Валькович, мы продолжим через 5 минут нашу программу. Мы продолжаем. Александр Валькович, президент Международной военно-исторической ассоциации, ведет программу Сергей Бунтман. А мы говорим о Юзефе Понятовском. И мы пришли к выводу замечательному, что быть вертопрахом, и особенно в юности, и быть абсолютно хладнокровным военным и военным политиком, абсолютно совместим. Две вещи совместные. Совместные, совместные. Как говорил Пушкин, блажен, кто в молодости был молод. Да. И так, 9-й год, вершина. То есть, он показал свои, проявил свои выдающиеся способности и как организатор, и как политик, и как военачальник. В 10-м году именно его польский король, вернее, польский герцог и саксонский король одновременно направляет во главе торжественной делегации поздравлять с рождением наследника, наконец, долгожданного империи в Париж. То есть, римский король Мария Луиза. Там он производит должное впечатление на парижских красавица, завоевывает сердце самой красивой из сестер Наполеона Полины, чей образ и тело увековечил бессмертная Канова. Он возвращается в отношении к женщинам. То есть, женщина его любит, он любит. Он достойный любви. И должен сказать, что на многие предложения, что пора бы ему остепениться и укрепить связи, и, может это и есть невесты и хороших родословной, он отвечает честно, что он не может быть верным одной женщине, он будет непременно изменять. Поэтому он остается холостяком. В итоге, за свою жизнь, то есть, у него было двое дочь и сын. И помимо долгов, то есть, у него осталось небрачные дети, а вот сына его, кузина графини Потосской, которую он наследовал большую часть своего богатства и его любимое имение Яблона, она, чтобы не делить наследие это, она его воспитывает близко к Понятовскому, но отдаленно напоминающую фамилию. То есть, образование получает и, так сказать, выходит в свет, но не под фамилией Понятовского. Возвращаемся, десятый год, одиннадцатый год, проходит в подготовке, усиленной подготовке, увеличивается армия и пуста казна. Наполеон делает таким образом, что Франция, ну, империя, вернее так, благодаря тем огромным контрибуциям и трофеям во время предшествующих кампаний, содержит польскую армию, но они отправляются в Испанию. Лучшие части этих войск. В дальнейшем, в одиннадцатом году, когда, напомню, я же рассказывал, Александр хотел бы превентивный удар и делать зондарь среди Польши, он предлагает через своих эмиссаров Понятовскому перейти на русскую службу и тем, чтобы в дальнейшем он получил то, что он достойный. Все напоминают, что его дядя король, и Наполеон, так сказать, периодически тоже дает понять, что, наверное, было еще впереди у него много и приятного, и нужного. И уже нет того недоверия былого, и тот же Даву рекомендует какого человека чести и преданного Франции. И действительно, благодаря тому, что при Наполеоне, невзирая на что, возвращается польская государственность, хотя он избегает названия Польши, существует герцогство Варшавское. Хотя он напишет потом. Он напишет потом, но это уже размышления. Это размышления на Илени, это уже совсем другое. Он напишет, что вот если уж польский король, то Понятовск. Понятовск, который имел все качества. После чего император помолчал. Это все его мечты. Вернее, не мечты, а желаемое, выдает желаемое за действительное. Итак, об этом шаге Александра извещает Понятовский Наполеона. Это еще раз укрепляет его уверенность, что это вернейший союзник. В марте 2012 года он назначен командующим пятым корректором корпусом Великой Армии. В это время под ружье Понятовский смог выставить свыше, как я уже говорил, 80 тысяч. Но часть его войск была распределена по другим корпусам и часть кавалерии. В итоге он достаточно боеспособным войском вступает также в пределы России. Отличается... Есть у него... Он осмелился императору выговорить, что его войска отправились в поход плохо снабженными и марши совершают. То есть, Наполеона упрекает, что достаточно долго он шел до Смоленска, и у них между ними размолвка некая. И, вспылив, Понятовский со своими войсками штурмует, показывает, на что способна его самоотверженная войска, а именно под Смоленском. Естественно, напоминая о прежней славе предков. Затем Бородино. Его корпус действует под Шевардино, и именно он действует на левом фланге Великой Армии, и действует он против Утиц. В упорной борьбе он все-таки отбрасывает русские войска. Дальше Москва. Москву они проходят мимо, как большая часть, потому что его корпус был на усиление авангарда Мюрата. И здесь приводятся современники его памятные слова. Мы вступаем в Москву с ее несметными сокровищами, оставленными. Никто не осмелит выйти из строя, позарившись на это добро. И они проходят мимо. Я не говорил, что он счастливо избегал ранений. То есть, вот на виду, хотя и был, но, так сказать, вот в этой кампании 12-го года он всего лишь был контужен, упав с лошади. Неудачно упав с лошади. Пули его щадили. Он участвует в отражении атаки под Тарутино, сохраняет боеспособные свои войска. Но к концу кампании возвращается он уже в Варшаву после всех этих ужасов отступления похода с большим скорбью о том, что огромные потери и артиллерии, и живой силы солдат, и даже утрачены орлы. И его любимая кузина Потольска описывает, как встречают во дворе представителей уцелевших полков со знаменами. С какой гордостью он. Когда онтер-офицер говорит, что мы все-таки сохранили орла, но они ее называют кукушкой, потому что ядром оторвало ей часть тела. Но вот из ранца вытаскивает, и он счастлив обнимает. И здесь он устраивает, ну и до этого он всегда щедрый, несмотря на то, что он в долгах, то есть он всегда щедро угощал своих служивых и даже учил долгить. Совместимо. Совместимо. Сотто в долгах не бывает с кубцом. Это так. Как пишет княгиня Потоцкая, графиня Потоцкая, то есть она прощала с ним, и он был грустен. Ну, был уверен. И он был, ну, как и большинство фаталистов. Она говорила, что вот он опять на встречу опасности ему, и чем еще может это закончиться. Он говорил, лучше умереть на поле битвы, чем дожить до старости. Это тоже его. Хотя ему, когда в поход, напомню, в России, ему уже 49 лет. В Кракове он формирует новую армию, становится, это называется, корпус, восьмым корпусом. Должен еще его некой слабости. Хоть он уже в летах, и, ну, премьи этому, он прекрасная фигура, прекрасный наездник, и по-прежнему любим женщинами. Булгарин, который накануне навещал его, отмечает эту слабость, что он подкрашивает волосы, чтобы быть по-прежнему молодо выглядеть. Но это не умаляет его значения. Его любезность утончена, то есть аристократ во всех лучших проявлениях. Итак, упорные бои, компания 13-го года, Лейпциг, его войска отражают изосточенные атаки союзников на юго-западе, на крайнем фланге, и отбивают себе атаки ценой больших жертв. Это его действительно, то есть он все более задумчив и омрачен, то есть он теряет свои лучшие войска, и он уже понимает, то есть, с одной стороны, он дал клятву быть верным Наполеону, но он понимает, что, и уезжает с этими словами, что падение Наполеона приведет к падению Польши. До этого я еще хотел бы сказать, что ему прусский король тоже предлагал и должность, и в дальнейшем, возможно, быть королем, но тот также отверг, что он, честно, ну, то есть все эти предложения отвергаются. И так наступает этот день, 16 октября, когда за вот столь самотвежные действия и отличия, умение маневрировать с меньшими стилами, но отражать все неприятельские атаки, Наполеон жалует его в маршала Франции. Он был единственный иностранец. Три дня он был в этом звании. И даже ни один из документов не сохранился, где он подписывался званием маршала. 19 октября он со своим остатками своего корпуса прикрывает отступление, отход основных сил. Они сражаются мужественно и не знают, что мост, который их соединял через Эльстер, будет в спешке с французами взорван. И они отрезанно остаются. И вот здесь происходит то, что сначала пуля его поражает в руку, он падает между речи Плейса и Эльстера. Причем было много дождей, а не полноводные воды. Он падает в воды сначала Плейса. Потом он поднимается, садится на коня. Еще пуля в бок. Потом, и здесь уже все равно он сохраняет самобладание. И дабы спастись и не попасть к неприятелю, он вместе с конем бросается в реку Эльстер. Он собирается переплыть. Он собирается переплыть. И это миф, что он искал. То есть, что он собирается переплыть. Но яркий его мундир и то, что это генерал, его отступление прикрывает оставшиеся адъютанты. Стрелки именно сцелятся в него. И поражает и коня, и его. И тогда он скрывается в водах Эльстера. Три дня он был маршалом Франции. Но обрел вечную славу. Спустя пять дней рыбак находит тело. А кто-то пишет, но я не думаю, что распушившее тело он будет показывать селянам как некая достопримечательность. Я полагаю, что об этом было сообщено. И его с почестями перевозят его останки в Варшаву. В Варшаве выстроившиеся польские и русские войска, которым окомандовал фельдмаршал Барклайо де Толли. Отдают ему почести и как герой. Причем кто-то пишет, что было некое братание. Но учитывая тогда, что уже русские войска после отречения Наполеона Александром отдает, что они сохраняют все свои традиции орлов и прочее, они, так сказать, являются как бы составной частью союзных войск. Проходит пять лет. В 1919 году его останки находят последний приют в Вавиле. В Вавильском кафедральном соборе, где лежат все короли Польши. Да, великие поляки. Великие поляки. Но здесь его... Накануне я должен сказать, что, естественно, отправляясь в поход и предполагая, что он будет последний, он пишет завещание, где он все свое состояние в звонкой монете, а оно еще все-таки у него оставалось, жалует своим офицерам и солдатам, как он пишет, чтобы они еще раз выпили за его здоровье. И все остальное, недвижимое имение, он передает своей любимой кузине, глафине Потоцкой. Затем вещь идет о том, что поставить ему национальному герою лучших. То есть он проявил... Об нем можно все говорить в самых превосходных эпитетах. И Александр соглашается, что должен быть памятник князю Юзефу Панютовскому. Датскому скульптору Турвальцину заказывается конная скульптура, ну, в римском... В римской, скажем, традиции. И этот памятник имеет свою судьбу. Уже революция, 30-31 год. И не хотел бы напоминать о таких кромких именах. Ну, то есть решил, как и сделав орден Станислава Русским, круль Николай дарит этот памятник Паскевичу, который получил титул варшавского князя. И тот устанавливает его в саду своего варшавского дворца. А только в 20... Когда мы отступаем, мы вывозим этот памятник. В 23-м году, я имею в виду, русские власти вывозят этот памятник в числе других ценностей из Варшавы, уступая немцам. В 23-м году мы возвращаем его. И он сначала в лазенках установлен. А затем, вернее, Вторая мировая война, он был уничтожен. Причем уничтожали именно эсэсовские войска. И в 52-м году... Это при занятии Варшавы, да? Нет, уже заняв, просто они убивались, они расстреливали в его, и просто забавы ради. А в 52-м году копия, тачане нашли копию, ну, смогли отлить копию, и было представлено. И сейчас он стоит перед созданием, если не ошибаюсь, Совета Министров в Краковском предвестии в Варшаве. Вот его еще посмертный, так сказать, путь уже его, скажем, памятника ему. Он возглавлял самых верных союзников Наполеона. И Наполеон, естественно, ценил поэтому столь высокая оценка, как данная Святой Елене, что он был настоящий король Польши. А там различные варианты перевода, но смысл в том, что он наделен был всеми. Да, нет, но здесь можно только нюансы переводить по-разному. Но суть-то в том, что вот настоящий король Польши. Настоящий король самоотвяженный в духе Стефана Батори или Собесского. Да, рядом с которым, с тем же Яном Собесским, он как раз в прах его и лежит, Юзефа Понятовского. Если оценивать и личность, вот здесь говорят, Наполеон обманул. Наполеон ждал, Наполеон маневрировал. Наполеон, конечно, с поляками. Он маневрировал, он ждал, он выжидал, он тянул время. Он, конечно, использовал поляков. Нельзя сказать, что он относился к ним или презрительно, или как-то так. Но это была, конечно, одна из фигур на карте Европы была. Но обмануть окончательно у него не было времени. Потому что не было никакой непобеды, ничего. Польша – это яблоко раздора между ним и Россией. И, естественно, поэтому и название, что не будет вообще упоминаться Польша вновь на карте мира. Но могу сказать, что, вот опять же, обмен мыслями. Когда перемирие в 13-м году, перемирие, которые и союзники, и Наполеон как передышка. Наполеон спрашивает мнение Понятовского, что бы он на его месте сделал. Тот бы сказал, что я бы заключил сейчас мир, чтобы затем подготовлено наступить, продолжать войну. Наполеон ему ответил, что я буду продолжать войну, чтобы потом заключить лучший мир. И история рассудит нас, кто в этом будет прав. Прав оказался все-таки князь Понятовский. В принципе, да. В 13-м году еще была возможность, действительно, была возможность, при всей решимости Александра, биться до последнего с Наполеоном, но в границах и сохранить. Это такая тонкая материя, да, возможности, да, возможно, даже в 15-м году еще была какая-то. В 15-м году нет. В 15-м году уже нет. Нет, в 15-м году нет. Кто знает, как бы психологически повернулось, повернулось, не подойди Блюхер, а подойди Груши, как бы повернулось. Вот плохо вы знаете. Нет, 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 сослагательный, я еще раз, естественно, сослагательный наклонение не терпит истории, но я могу сказать, что на подходе были австрийские и русские войска. Да. Превосходство. Здесь бы смело все-таки. Безусловно. Здесь бы смело, и уже, конечно, Франция была настолько и психологически истощена. И истощена, и расчет Наполеона на то, что разногласия между союзниками на Верском конгрессе, когда готовы объявить войну прежние союзники России и Пруссии, именно Александр предлагает забыть о раздорах и против общего врага. Да, да, но здесь, в принципе, это ясно, что тогда общее понимание того, что надо, в принципе, Наполеона, попросту говоря, добить, а потом решать другие европейские проблемы, оно, наверное, уже тогда было. Но 13-й год у нас еще грядет, и, конечно, будут не огромнейшие циклы, как у нас сейчас в 12-м году, но мы будем говорить о ситуации 13-го года, как раз 200 лет спустя. Ну, именно на поле битвы. Я должен сказать, что его имя, князя Юзефа Понятовского, вековечено Триумфоль на арке, и на одном из фасадов Лувра есть его фигура. И есть бульвар имени Понятовского в Париже. Где Маршинское, кольцо бульваров Маршинское, есть бульвар Понятовского. Здесь Дмитрий спрашивает, как оценивает историография польская, вклад Понятовского в дело возрождения Польши. Я бы еще прибавил, есть ли единодушие по отношению к такому вот герою, или все-таки историки как-то так анализируют достаточно, бывает и скептически. Нет, я скажу, что наиболее обстоятельная его биография, это Симона Шкенази, которая вышла в 30-е годы. Она сохранила свою до сих пор по богатству материалов. Его переписка с саксонским королем и герцогом польским на французском языке также опубликована. Я могу сказать, появляются новые сведения о вкладе его, а, скажем, ничего нового, на самом деле, кроме никаких дополнительных сведений, и то, что он все-таки смел отстаивать и заботиться об армии, и требовать от Наполеона, коль он взял на себя содержание нужного. То есть здесь, я полагаю, что ничего нового, кроме каких-то частностей, не появится в его образе. Естественно, ему приписывают, якобы он сказал, но это уже легенда, покрив, что, умирая, он воскликнул, «Бог верил мне честь Польши, и я только ему ее верну». Это уже сочинено. Но это всегда, естественно, но это отвечает духу и образу его всей жизни. Это действительно человек чести, рыцарь, ну, то есть это действительно в лучших проявлениях. Мужчина, вот, наделенный от природы щедро, но он также щедро делился с другими. Да, вообще удивительная фигура. И, может быть, в ней были несколько вот таких выдающихся польских фигур того времени, в которых по-разному отражается и история, вот вся несчастная история потери государственности. Я бы не сказал, что нужно на дядю Понятовского вешать всех собак за упразднение польской государственности. Я не думаю, что Станислав Август Понятовский был как-то уж вот-вот-вот лично виновен. Нет, он был заложник ситуации. Во-первых, а потом польская история во многом шла уже два века к тому... К этому развалу. Шла к тому, что разорвут Польшу на части. И, опять же, при разделе все три государства Российской империи, Прусское королевство и Священно-Римской империи настаивают на сохранении всех их незаболимыми законами, которые, на самом деле, подрывают устой Польши. Вот это право Вета, вот это все и прочее. Ну, и Станислав Август пытался наоборот укрепить. Наоборот, да. Помню Яна Казимира, которая говорит, все короли, как короли, захотят, соберут армию и будут воевать за свое строение. А я должен у всех спрашивать, кто как думает. Это тоже трагическая фигура. Станислав Понятовский трагическая фигура. Да, ну вот все по-разному, и Юзеф Понятовский тоже свои, как может быть, и яркие, и, может быть, преувеличивают французские именно и читатели, и комментаторы, когда я очень много читал в форумах, говорят, вот спасибо полякам, что они сделали нашу французскую кавалерию такой, какой она была при Наполеоне. Вот это вот поразительное. Преувеличение. Преувеличение, но оно очень трогательное. Это так. Оно очень трогательное. Так же, как очень многие трогательные комментарии относятся к совершенно другой эпохе, к Второй мировой войне, когда союзники будут почитать тех поляков, которые сражались против нацизма. Вот так же. Это так. Может быть, и из благодарности, и преувеличивая, и романтизируя эту роль. Мы сегодня не впали в такой грех, но сегодня мы именно фигуру Юзефа Понятовского, мне кажется... Блестящая и трагическая фигура. Блестящая и трагическая. Мы постарались ей отдать должное.